Из-за недостатка финансирования к началу 2000-х лишь 40% федеральных дорог соответствовало нормативам. Это тормозило развитие экономики, усложняя перевозку грузов и снижая туристическую доступность регионов. Ситуация начала меняться в нулевые, когда развитие дорожной сети стало одним из нас приоритетов. Так, с 2000 по 2013 год протяженность автодорог общего пользования увеличилась на 139%, с 584 тысяч до 1 миллиона 396 тысяч километров. А дорог с твердым покрытием стало больше на 85%, их протяженность выросла с 532 тысяч до 984 тысяч километров. Сейчас протяженность автодорог федерального значения с твердым покрытием составляет уже почти 65 тысяч километров. Из них более 70% соответствуют нормативам. Также по итогам 2022 года более 50% автотрасс регионального значения отвечают нормативам. А к 2030 году 60% таких дорог будут соответствовать современным нормам удобства, безопасности и долговечности. Также активно обновляют дороги, ведущие к медицинским и детским учреждениям, туристическим объектам. Так, на Алтае по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» обновили более 24 километров трассы Усть-Симачи-Малку-Юз. Это одна из самых красивых дорог в мире и популярный туристический маршрут. Кроме того, за последние 20 лет в России было более 300 крупнейших инфраструктурных транспортных объектов. Так, сейчас в Красноярском крае достраивается Высокогорский мост через Енисей. Его протяженность составляет 1200 метров, он свяжет северную и южную часть региона. Это значительно упростит жизнь сотен людей и запустит новый этап в развитии края. Здесь могут разрабатывать новые месторождения, создавать новые рабочие места и привлекать инвестиции. Хороших Вам новостей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение в 3 части! iek